МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пятницу залезли в сервисный центр на проспекте Ленина. Оттуда было похищено несколько мобильников, ноутбуки, планшеты и комплектующие к ним. Сумма похищенного до сих пор не установлена. Ну и по-прежнему в розыске находятся налетчики на инкассаторов. Спустя пять дней полиция все еще не разглашает никаких подробностей. В Переславле пожилая женщина лишилась 110 тысяч рублей. Как сообщили в областной полиции, на улице Октябрьской к пенсионерке под видом целительницы подошла неизвестной и напугала ее страшной болезнью. И сразу предложила избавиться от заболевания. Естественно, за крупную сумму. Спустя несколько минут в дело вступила предполагаемая сообщница. Она рассказала потерпевшей, что уже пользовалась услугами колдуни и действительно поправилась. Сейчас полиция ведет поиски подозреваемых. Граждане, будьте бдительны. Фоторобот и мошенец сейчас на ваших экранах. Если вы узнали этих женщин или вам что-либо известно об их местонахождении, просьба незамедлительно сообщить в полицию. Более 700 граммов героина. Именно такую партию пыталась везти в Ярославль 24-летняя девушка. Интересно, что до того, как выйти на криминальную тропу, задержанная профессионально занималась художественной гимнастикой. С подробностями Георгий Колчин. Темный ренон на трассе Холмогоры остановили под видом проверки документов. По оперативной информации в машине крупная партия наркотиков. Команда «Захват» выполняется мгновенно. Курьер – молодая девушка. Что за сверток? Героин. Сколько там примерно? Около килограмма. Еще раз? Около килограмма. Героина? Да. Куда ты его везла? Ярославль. Трасса Холмогора – одна из основных магистралей, по которой в нашу область поступают наркотики. Везут в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом продавец и покупатель напрямую никогда не встречаются. Товар оставляют в тайниках, которые устраивают прямо на обочине трасс. А деньги за наркотики перечисляют с помощью сети интернет. Видимо, подобным образом наркотики оказались и у задержанной. Сотрудниками УФСКН уже установлено, что героин курьер в юбке получила в Москве. В областном центре более 700 граммов белой смерти должны были рассосовать по дозам и распространять среди наркопотребителей. В том числе в ночных клубах Ярославля. Девушка свою вину не отрицает и активно сотрудничает со следствием. Задержанной 24 года. У нее есть малолетний ребенок. Муж отбывает наказание в местах лишения свободы. Сама девушка потребляет наркотики, за что привлекалась к административной ответственности. Пару лет назад она подавала надежды в художественной гимнастике. Теперь в отношении бывшей спортсменки возбуждено уголовное дело. Девушка так и не смогла четко пояснить, почему решилась на такой поступок. За наркорейс до Ярославля ей светит до 10 лет лишения свободы. Георгий Колчин, Александр Широкий. День в событиях. Неудачно закончился дорожный маневр на Московском проспекте. Сегодня днем там на крышу опрокинулась «Лада Приора». При этом автомобиль снес дорожное ограждение и дерево. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и спасатели. Водитель чудом избежал серьезных травм. Сегодня в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. По этому поводу в областном правительстве состоялся брифинг. К счастью, обстановка, связанная с терроризмом, в Ярославской области спокойная. Активны в регионе лишь так называемые телефонные террористы. За полгода было зарегистрировано пять таких преступлений. В большинстве случаев о якобы заложенных бомбах сообщали пьяные. Отметим, что в этом году на обеспечение безопасности в Ярославской области запланировано выделить почти полмиллиарда рублей. Наибольшее внимание уделяется учебным заведениям. В двух школах региона, кстати, реализуется пилотный проект. Он заключается в том, что все средства обеспечения безопасности объединяются в одну систему, которой в режиме онлайн имеют доступ и правоохранительные органы. Мы планируем собрать руководителей органов местного самоуправления, руководителей органов управления образованием, чтобы они сами могли посидеть за компьютером, оборудовать рабочее место и поработать с этой системой, и потом выслушать мнение. Дальше мы, соответственно, будем определяться, в каком направлении нам двигаться и как это будет финансироваться. Редактор субтитров А.Семкин